Друзья, всем привет! Добро пожаловать на урок английского языка. С вами Елена. Я преподаю английский язык для русскоговорящих студентов. Мои контакты вы всегда можете найти в описании ко всем видео на этом канале. Сегодня мы поработаем с временами. Я дам вам чек-лист, с помощью которого вы сможете легко анализировать предложение и обосновывать использование того или иного грамматического времени. Обзор на времена я уже давала в одном из своих предыдущих видео. Как всегда, советую ставить видео на паузу всякий раз, когда я буду просить вас перевести предложение на английский язык. Старайтесь делать какие-то заметки, если появляются вопросы. Задавайте их в комментариях. Удачи вам в прохождении практикума. Для начала давайте вспомним основную информацию о временах. В английском языке 12 времен. И всех их можно поделить на две группы. Simple и Continuous. В каждой группе по 6 времен. При этом часть времен имеют пометку Perfect, что значит перед, до какого-то момента. И вот сегодня мы постараемся посмотреть на то, как на практике работают времена. А мой чек-лист поможет вам определить, какое время использовать. Также чек-лист поможет при разборе текстов на английском языке. Вы сможете понять, почему автор использовал то или иное время. Итак, добро пожаловать на практикум. Мы будем брать за основу предложения на русском языке, анализировать их и переводить на английский. Наше первое предложение. Иногда они смотрят документальные фильмы, чтобы узнать что-то новое. Первый вопрос, который мы должны себе задать. О чём предложение? Идёт ли в нём речь о каком-то разовом действии или длительном процессе? В нашем случае ключевое слово «иногда». И в предложении речь идёт о разовом просмотре фильмов, который иногда повторяется. Второй вопрос. Когда произошло, происходит или будет происходить это действие? В настоящем времени, в прошлом или в будущем? В нашем предложении глагол стоит «в настоящем времени». Они смотрят. Третий вопрос. Известно ли нам, когда действие началось? Когда закончилось? И сколько длится, длилась или будет длиться? У нас есть маркер, иногда указывающий на регулярное повторение. При этом мы точно не знаем, когда эти люди начали регулярно смотреть фильмы. Мы понятия не имеем, когда они закончат это действие и вообще, сколько по времени это длится. Везде ставим прочерки. И переходим к последнему вопросу. А наш четвёртый вопрос по чек-листу. Имеет ли это действие отношение к какому-то другому действию? Если да, то когда оно произошло? Перед ним? Одновременно с ним? Или после него? В нашем случае опять ничего не проставляем. Теперь давайте проанализируем имеющиеся данные. В предложении говорится о разовом просмотре фильмов, который иногда повторяется. Это регулярное действие, актуальное для настоящего момента. Для регулярных, повторяющихся действий мы используем времена группы simple. У нас разовое действие, актуальное на настоящее время. Значит, используем present simple. Настоящее простое время. Попробуйте перевести это предложение на английский язык. Иногда они смотрят документальные фильмы, чтобы узнать что-то новое. Переходим к следующему предложению. Вчера вечером я посмотрел отличный сериал. Пройдемся по чек-листу. Здесь все очевидно. Действие разовое. Глагол стоит в прошедшем времени. Посмотрел. При этом мы знаем, что действие началось и закончилось вчера. В предложении не говорится о каких-то других действиях. Значит, анализируем имеющиеся данные. У нас предложение о разовом действии, которое началось и закончилось в прошлом. И нам известно, что это было вчера. И тут сразу вспоминается past simple. Прошедшее простое время. Мы его используем, когда говорим о том, что началось и закончилось в прошлом. Как правило, мы знаем, когда именно это действие произошло. Все. Время мы определили. Теперь, пожалуйста, переведите предложение на английский язык. Вчера вечером я посмотрел отличный сериал. Следующее предложение. Думаю, она посмотрит телевизор после ужина. В предложении речь идет о разовом действии. Просмотре телевизора после ужина. Поскольку у нас глагол «посмотрит», делаем вывод, что действие произойдет в будущем. Неизвестно, сколько этот просмотр продлится, но он начнется после ужина. В предложении не говорится о каких-то других действиях. Значит, анализируем исходные данные. У нас предложение о разовом действии, которое начнется в будущем по мнению говорящего. Помните Future Simple? Будущее простое время. Именно его мы используем для выражения мнения, предположения, сомнения, когда даем какие-то обещания, а также когда мы говорим о будущих событиях, о том, что произойдет при определенных обстоятельствах и условиях. Давайте переведем предложение на английский язык. Думаю, она посмотрит телевизор после ужина. I think she will watch TV after dinner. Следующее предложение. В настоящее время мы смотрим за поем научно-фантастический сериал. Речь идет о процессе, который происходит в настоящее время. Но мы не знаем, когда это действие началось, когда закончится и сколько продлится. В предложении не говорится о каких-то других действиях, значит, делаем выводы. У нас предложение о процессе, происходящем в настоящий момент. Все указывает на Present Continuous – настоящее длительное время, которое используется для выражения действия, процесса, происходящего в данный момент прямо сейчас. Давайте переведем это предложение на английский язык. В настоящее время мы смотрим за поем научно-фантастический сериал. Возьмем еще одно предложение. Я смотрел сериал, когда ты вчера позвонил. Предложение – два действия. Первое – процесс, просмотр сериала, который был прерван разовым звонком. Оба глагола в прошедшем времени. Мы знаем, что звонок произошел в момент просмотра сериала. А вот когда человек начал смотреть сериал, нам неизвестно. Здесь как раз-таки одно действие связано с другим. Звонок поступил во время просмотра сериала. В чек-листе можно выбрать среднюю опцию – два одновременных действия. Но здесь нужно учесть тот момент, что звонок был разовым и короче по времени, нежели процесс просмотра сериала. Давайте проанализируем имеющиеся факты. У нас два действия, происходивших в прошлом. Одно – процесс, просмотр сериала, происходивший в определенное время в прошлом, когда какой-то человек позвонил. Узнаете описание этого времени? Конечно же, это past continuous – прошедшее длительное время. Мы его используем для выражения процесса, который происходил в какой-то момент в прошлом. Ну а для разовых действий, начавшихся и закончившихся в прошлом, мы используем past simple – прошедшее простое время. Готовы перевести наше предложение на английский язык? Я смотрел сериал. Когда-то вчера позвонил. I was watching a series when he called yesterday. Следующее предложение. Завтра в это время я буду смотреть новый сериал. Человек говорит, я буду смотреть, и это действие будет длиться какое-то время. Речь идет о будущем времени, буду смотреть. Но мы не знаем, когда это действие начнется, когда закончится и сколько продлится. Знаем лишь, что в это время оно будет еще продолжаться. В предложении не говорится о каких-то других действиях, значит анализируем имеющиеся данные. У нас предложение о процессе, который будет происходить в определенное время в будущем. А именно, завтра в это время. Для выражения процесса, который будет происходить в определенный момент в будущем, мы используем future continues – будущее длительное время. Давайте переведем предложение на английский язык. Завтра в это время я буду смотреть новый сериал. I will be watching a new series this time tomorrow. Переходим к следующему предложению. Он уже несколько раз смотрел этот фильм. Действия разовые. Глагол стоит в прошедшем времени «смотрел», но есть маркер уже, отсылающий нас к текущему моменту. Имеется в виду, что человек до настоящего момента смотрел этот фильм несколько раз. То есть это прошлое действие, связанное с настоящим моментом. Нам неизвестно, когда он посмотрел этот фильм в первый раз, сколько раз еще посмотрит и когда закончит это делать. Давайте обобщим имеющуюся информацию. В предложении говорится о разовом просмотре фильмов, который до настоящего момента происходил несколько раз. Помните особую группу времен с названием «perfect»? Я всегда акцентирую внимание на том, что «perfect» – это значит «до», «перед» каким-либо действием. Он посмотрел этот фильм несколько раз до настоящего времени. Значит, используем «present perfect simple» – настоящее совершенное простое время. Давайте переведем предложение. Он уже несколько раз смотрел этот фильм. Берем новое предложение. Я уже посмотрел этот сериал, прежде чем они его порекомендовали. В этом предложении два действия. Посмотрел и порекомендовали. Оба действия разовые. Значит, будем использовать времена группы simple. Оба глагола в прошедшем времени. Посмотрел, порекомендовали. Нам неизвестно, когда человек посмотрел этот сериал, когда его порекомендовали, сколько это действие длилось и так далее. Но что мы точно знаем, так это то, что наши два действия связаны друг с другом. Сначала кто-то посмотрел сериал, а затем ему какие-то люди порекомендовали этот сериал, поэтому ставим две галочки. Давайте обобщим имеющуюся информацию. Речь идет о сериале, который человек уже смотрел прежде, чем какие-то люди порекомендовали его ему. Еще раз хочу напомнить. Такие слова, как до, прежде, перед – это сигнал для нас, что мы должны использовать одно из perfect времен. В данном случае речь идет о действии, которое произошло перед другим действием в прошлом. Значит, нужно использовать past perfect simple – прошедшее совершенное простое время. В английском языке очень важно помнить о порядке действий. Если что-то происходит перед чем-то, мы используем времена perfect. А если одно действие следует за другим – past simple – прошедшее простое время. Именно поэтому глагол «порекомендовали» мы поставим в past simple. Готовы перевести предложение на английский язык. Я уже посмотрел этот сериал, прежде чем они его порекомендовали. Новое предложение. Оно достаточно сложное с точки зрения построения. Мы посмотрим за поем все сезоны того шоу до начала нового сезона. В предложении речь идет о разовом просмотре всех сезонов сериала. В английском языке у нас будет два глагола – «посмотрим» и «начнется». Оба они в будущем времени. Такого типа предложения называются сложно подчиненными. В данном случае у нас сложно подчиненное предложение с предаточным времени. Я уже рассказывала о таких предложениях в предыдущем видео. Если вы его еще не смотрели, рекомендую это сделать. Это урок-практикум с более подробной информацией и упражнениями на перевод таких предложений. Определить предложения с предаточными времени довольно просто. В них речь должна идти о двух зависимых действиях. И они соединяются союзом, который указывает на определенные условия. Когда, в какое время, после чего, перед чем и так далее произойдет то или иное действие. В нашем случае маркер до начала нового сезона. Сейчас покажу вам это более наклятно. Главное предложение. Мы посмотрим за поем все сезоны того шоу. А поясняющие – до начала нового сезона. Соответственно, поясняющая часть, или как это принято называть, предаточное предложение начинается с союза «до». Предложение в английском языке строится по принципу «кто делает что». Обе части сложно подчиненного предложения должны соответствовать этой схеме. Главное предложение в русском варианте соответствует английскому порядку слов. Кто? Мы. Мы что сделаем? Посмотрим за поем. Посмотрим за поем что? Все сезоны того шоу. А вот предаточное предложение при переводе на английский язык нужно переделать, чтобы привести в стандартную форму «кто делает» или «сделает», «что» и так далее. Соответственно, у нас получится «новый сезон начнется». Но это еще не все. Самое главное помнить, что в английских предаточных времени не используется будущее время. Вместо «future simple» используется «present simple». Вместо «future continuous» – «present continuous». А вместо «future perfect» используется «present perfect». Таким образом, в нашем предложении будет две части, которые мы соединим с союзом «до». При этом одна из них будет в будущем времени, другая – в настоящем, поскольку у нас сложно подчиненное предложение с предаточным временем. Продолжаем работу с чек-листом. Нам точно неизвестно, когда какие-то люди посмотрят шоу, когда они завершат его просмотр, сколько в общей сложности это продлится. Однако мы знаем, что просмотр состоится до начала нового сезона. Таким образом, сначала они посмотрят предыдущие сезоны, а после этого – новые. Давайте обобщим имеющуюся информацию. В предложении говорится о будущем разовом просмотре шоу, которое должно состояться перед началом показа нового сезона. Еще раз напоминаю, такие слова, как «до», «прежде», «перед» – это сигнал для нас, что мы должны использовать одно из perfect времен. В данном случае речь идет о действии, которое произойдет перед другим действием в будущем. Значит, нужно использовать future perfect simple – будущее, совершенное, простое время. Начало нового сезона располагается на шкале будущего. И логично было бы использовать future simple, поскольку мы говорим о разовом действии в будущем. Но ведь у нас не простое предложение, а сложно подчиненное. И мы помним, что будущее время в таких предложениях используется только в главной части. А в поясняющей, каково является в нашем случае «новый сезон начнется», вместо future simple мы будем использовать present simple. Пожалуйста, переведите предложение на английский язык. Мы посмотрим, запоим все сезоны того шоу до начала нового сезона. Продолжаем развлекаться и берем новое предложение. Они месяцами смотрят документальные фильмы на разные темы. Предложение говорится о процессе, который длится уже несколько месяцев. Глагол стоит в настоящем времени «смотрят». Однако у нас есть ключевое слово «месяцами». То есть получается, что они начали смотреть документальные фильмы несколько месяцев назад, то есть в прошлом, и до сих пор не бросили это занятие, как неудивительно. Получается, здесь у нас процесс, который начался в прошлом и до сих пор продолжается. Нам неизвестно, когда точно они начали смотреть документальные фильмы. Но мы знаем, что это длится уже несколько месяцев. Делаем соответствующую пометку в чек-листе. В предложении только один глагол, и это значит, что мы можем проанализировать имеющуюся информацию. Речь идет о процессе, который начался в прошлом. Не знаем, когда именно, но уже продолжается в течение нескольких месяцев. То есть смотрите, у нас процесс, длящийся несколько месяцев, for months. Он начался до настоящего момента. It started before now. И все еще продолжается. Раз это процесс, значит, нам нужно использовать одно из continuous времен. А поскольку этот процесс начался до настоящего момента, выбор очевиден. Perfect continuous. Ведь perfect значит до, перед чем-либо. Действие длится в настоящий момент, значит, используем present perfect continuous. Настоящее, совершенное, длительное время. Давайте переведем предложение на английский язык. Они месяцами смотрят документальные фильмы на разные темы. They have been watching documentaries on different topics for months. Нам осталось всего два предложения. Готовы продолжить? Я смотрел тот сериал месяцами, пока не потерял интерес. Предложение говорится о процессе, который длился несколько месяцев. И в конечном итоге привел к простому действию. Потери интереса. Оба действия произошли в прошлом. Нам неизвестно, когда точно этот человек начал смотреть тот сериал. Зато мы знаем, что этот процесс длился несколько месяцев. И после этого человек потерял интерес. Интерес у человека пропал после многомесячного просмотра сериала. Значит, сначала он его смотрел, потом потерял интерес. Логично. Смотрим на схему. У нас есть процесс, длящийся несколько месяцев. For months. До момента потери интереса. Until the moment somebody lost their interest. Все это происходило в прошлом. Раз речь идет о прошлом процессе, будем выбирать одно из времен группы Continuous. Процесс длился до какого-то момента в прошлом. До – это наш любимый маркер Perfect времен. Значит, будем использовать Past Perfect Continuous – прошедшее совершенное длительное время. Именно оно используется для обозначения процессов, происходивших перед каким-то другим действием в прошлом. Соответственно, для другого действия будем использовать Past Simple. Почему? Потому что действие было простым, то есть короче, чем процесс, который мы выразили с помощью Past Perfect Continuous. Кроме того, это действие произошло после предыдущего. Past Simple как раз-таки и используется, когда мы говорим о действиях, следующих одно за другим. Переведите на английский язык. Я смотрел тот сериал месяцами, пока не потерял интерес. I had been watching that series for months before I lost interest. И, наконец, последнее предложение. Я буду смотреть сериал часами к тому времени, как ты сюда доберешься. Предложение говорится о процессе просмотра сериала, который будет длиться несколько часов. К моменту, когда кто-то другой доберется к этому человеку. То есть у нас здесь есть и процесс, и разовые действия. Оба действия произойдут в будущем. Точного времени начала просмотра сериала у нас нет. Закончится ли просмотр в момент прибытия другого человека, мы не знаем. Но зато известно, что к моменту приезда другого человека первый будет смотреть сериал уже несколько часов. Просмотр начнется перед приездом второго человека. И если обобщить имеющуюся информацию, получается, что в предложении говорится о процессе, который начнется перед другим будущим действием и будет еще совершаться в момент его наступления. То есть процесс просмотра сериала начнется за несколько часов до приезда другого человека. И будет еще продолжаться в момент, когда другой человек приедет. У нас здесь два ключевых слова. Процесс и до. Для процессов мы используем времена Continuous. А до указывает на то, что у нас время Perfect. Поскольку процесс просмотра сериала будет происходить в будущем, используем время Future Perfect Continuous. Будущее, совершенное длительное время. Осталось разобраться с частью про приезд второго человека. У нас в предложении фраза. К тому времени, как ты сюда доберешься. К тому времени, значит, перед тем, как ты сюда доберешься. Узнаете знакомую конструкцию? Это предаточное времени. Конечно, нам было бы логично использовать Future Simple, говоря о приезде второго человека. Но помня правило, что в предаточных времени мы используем только настоящее время. Конвертируем Future Simple в Present Simple. Давайте, наконец, переведем это предложение на английский язык. Я буду смотреть сериал часами. К тому времени, как ты сюда доберешься. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Как я уже говорила в видео про времена, для технической проработки этой темы обычно требуется 6-8 индивидуальных уроков для учеников уровня Intermediate. Для вывода в активную речь, конечно же, больше времени. Если нужно, обращайтесь ко мне, мои контакты в описании к этому видео. Желаю вам успехов в изучении английского языка. Пока-пока!